С творчеством Никиты Камашева горожане уже знакомы. Его картины – это синтез поп-арта и стрит-арта, отчего и врезаются в память надолго. Необычный способ подачи работ. Шедевры экспонируются на полу. Один лишь раз их можно было видеть на стенах в художественном музее во время первой персональной выставки Никиты. Мне было интересно, заметили люди на полу искусство. Сам факт того, что заметишь, ты мелочишь, маленькую деталь, или просто наступишь, пройдешь мимо. Заставляет задуматься нас. Никита вообще любит экспериментировать. Сегодня юный художник увлеченно занимается скульптурой, а также исследует новую для себя область – инсталляцию и перформанс. На глазах посетителей с помощью белой краски и скотча Никита создал символ будущего человека. Скорее, инвалидное кресло символизирует нам о том, что наша зависимость настолько уже переросла в какой-то недуг, что люди просто атрофируются от этого. У нас начинают атрофироваться руки от телефонов, у нас малоразвиты. У нас начинает атрофироваться мозг, мы перестаем думать, и вот кресло олицетворяет именно это. Белый скотч – символ абстрагированности человека от природы. О некой связи с родными и историей говорит лишь старый плетеный абажур и оленьи рога. Однако такое будущее Никиту не пугает. У нас есть будущее, развиваться больше преимущественно в искусстве. Искусство олицетворяет некую духовность. Если физически человек рано или поздно умирает, то духовность оставляется с нами всегда. Как известно, аромат кофе раскрепощает. Разговоры, откровения и темы душевнее. Поэтому лекция о современном искусстве и началась с чашечки кофе. Напиток можно было приготовить самостоятельно под руководством опытного бариста. Арт-проект завершился мастер-классом по фуд-фотографии. Фотографирование еды – это такая же визуально приятная картинка, как фотографии котиков. Котиков тоже все любят. Поэтому на еду тоже приятно смотреть, но тем не менее ее очень трудно сфотографировать красиво. Поэтому для того, чтобы придать эту красоту, как раз используются специальные реквизиты. Натуральная еда. Никакого акрила и крема для обуви. Только свет, тени и правильный ракурс. Аппетитная фотография готова. Организаторы арт-проекта обещают подобные встречи проводить регулярно. Продолжение следует...